Господа, дамы, с вами Сэр Троглодит, и мы будем играть Героя Третья. Сегодня любимый ауткаст против коварного Студема. Со своей стороны потопчем искристый бракодинский снежок и повзираем с высокой башни, а Студем поведет в бой орды пустынных варваров, самую немагическую фракцию в игре, чтобы доказать, что не одним бирсерком он силен. Играем с порталом, то есть без ограничений. Так что сегодня сойдутся кипящая степная ярость и холодный интеллект. Интрига. Было бы дело в современном мире, у Криллиона, понятно, шансов бы не было. Ну, зеленые мускулы, ну куда их? Красиво, конечно, но применить их по назначению не всегда просто. Другое дело – полезные навыки, опыт и знания. С ними нигде не пропадешь. Хоть во плоте, хоть в болоте, а работа-то найдется. Учиться никогда не поздно, а особенно в сфере на пике востребованности. Я, конечно, про IT. Хочешь сменить профессию – сейчас самое время. В Skill Factory куют эти кадры уже 6 лет и дело свое знают крепко. Их благодарные выпускники соврать не дадут. А сегодня говорим про курс Java-разработчик. Почему стартовать лучше именно с Java? Ну, это популярный и почти всемогущий язык программирования. С его помощью пишутся сетевые и мобильные приложения, маркетплейсы, игровые консоли, онлайн-банки и даже суперкомпьютеры. Это значит, что вы всегда сможете найти работу в крупных компаниях и лидерах рынка. Что представляет собой курс? Сначала основательная прокачка до джуна, будет введение в IT и базовое программирование. Потом постепенное усложнение. Материал будет полезен и понятен как новичкам в программировании, так и опытным товарищам для расширения компетенций. А по окончании курса вы станете крепким мидлом, со знаниями, практическими навыками, готовым портфолио, а может уже и с новой работой. Средняя зарплата Java-разработчика, кстати, 140 тысяч рублей. И постоянно растет. За 14 месяцев вы сделаете более 50 небольших и 7 крупных проектов. Реальных, конкретных, полезных, чтоб теорию закрепить и в свои силы поверить. Так что если вы не варвар, то пора записываться на IT-учебу. Начало уже в сентябре. Переходи по ссылке прямо сейчас и запишись на профессия Java-разработчик. Секретный пароль трогал. Даст тебе скидку в 45%. А при оплате курса сразу, так и все 50. А в заснеженной бракаде колдуны совет держали. На границах снова стали озоровать зеленые едотепы варвара, которые еще за Йоганом не ответили. И все бы ничего, послать пару послушников цепными молниями, да и дело с концом. Да, только оказалось, что вождь у степняков непростой. Магия от него то ли отскакивает вовсе, то ли в 10 раз слабее бьет. А в рукопашную идти посохом против чудищ дураков не было. С незадачей этой понятно обратились к Риссе, старшему инструктору по фехтованию и крафмага. Она единственная, кто из магов хоть что-то в ближнем бою умела. Да и жалование заслуженного мастера самообороны пора было отрабатывать. Риса от предложения этого в восторге не была. Одно дело на спорткружке субтильных магов через плечо бросать, а совсем другое дело с настоящим варваром насмерть сходиться. Но репутация в Бракаде стоила дорого и лицо было терять никак нельзя. Поэтому, беспечно махнув рукой и купив самую дорогую страховку, Риса выдвинулась на границу Бракады. У-у-у, радости-то насыпало. Да и замок вторичный в альтар вроде недалече стоит. Удобно. Обычно забракадую начинаю со смотровой башни, чтобы как следует осмотреться и точно знать, куда идти. Но вот именно сейчас обзор, мне кажется, мне не нужен. Первый ход я и так знаю точно, куда я пойду. К мастерам джинам. Магия уже присутствует, да, но стрела волшебная. Поэтому усиляемся гремлинами. На то Риса и инструктор рукопашного боя, чтобы обучить гремлинов, как правильно кидать утюжки. Ну, какое-никакое метательное холодное оружие. Наверное. Два внешних жилища Наг прямо под замком. Мух. Мне все больше это нравится. Магов тоже вижу, но они не такие, наверное, важные. Разделяю наших лучших воспитанников. Каменных големов. Маги тоже к нам бывают на тренировку. Приходят, но обычно их мамы приводят. Но не каждый из них остается заниматься на подольше. А големам нравится. Рука им маши, по снегу бегай. Горгульи дикие снимет. С ними-то что? Только кусаться умеют. Вот, по идее, да. А вот можно было, наверное, ударить. Наверное, надо было ударять. Хотя я тогда подстрелился бы под второго. Не, все правильно сделал. Все хорошо. Знание. Сила. И сейчас будем карать кентавров-капитанов. За ними томятся джины. Вот в такой вот нашей бракодинской тюрьме. Обычно джинов заточают просто по приколу, в качестве курсового задания волшебники. Вот. Ну и только изредка за какие-то особые проказы. Девятнадцать. Ну то есть, голем держит удар. Ну вот, как могут, так сказать. Путюшки хороши. Ой, хороши. Прямо вот эти вот петрушки. Путюшки синихалатные меня радуют. У нас мана останавливается ускоренным путем. Поэтому имеем право на волшебную стрелу. И джинов. Пять штук. Каждый по 600 рублей. Да, ну. На черном рынке и не такие цены можно найти. И в принципе здесь есть магоги с еще большим количеством джинов. Мне кажется, это правильная мысль. Обеспечит нам темп. Ну, потеряем несколько стрелков. Да ну и бог с ними. Я считаю, да. Воспитанники что-то подустали. На самом деле просто у них скорость 3. А, ну, мне бы хотелось чуть больше. Там вот лишние 100 единиц хода. Могут, могут решить исход. Не, смотри. Тут довольно все просто. Да, горгулий мы жертвуем. Каменные. Че с них взять? Угу. Ой, я ожидал, что они хотя бы выдержат. Ну, ладно. Ай-яй-яй. А, нет. Все, знаете ли, как-то, видимо, получилось. И даже срослось. Раз. Ага. Еле-елешно. Ага. Ну и джинны, вы видите, да. То есть это второй ход. У нас уже существо, получается, пятого уровня. Это, это сила бракады. Магия земли однозначно, стопроцентно, невероятно нужна. Потому что играем с порталом. Вот. Ну, а у кого нет портала, не сможет вернуться домой и подсобрать могучие силы. Слушай, маги хорошо. Маги это прям приятно. Тоже они, видите, прониклись нашим могуществом. Тоже присоединились к нашей армии. Да. Магов подстроить почти невозможно. Так. Вот они, ящики Пандоры. Здесь. Угнепиться не смогу. Чародеи. Слушай, ну тут много нагов. Я вижу много наг. Гигантов не вижу почти далеко. А нагов вижу. Заприметил я секиру, вмерзшую в снег. Так, назову ее Вдовья Скорбь. И пущу в дело. Только остатки викингов разгоню. Ну да, со стрелками у нас все в порядке. Поэтому даже автобой справляется на ура. Шахта Руды определенно нужна. Сейчас аккуратно отмерим с помощью Альта. Да, вроде получается. Смотри. Шаг. Еще один. И мы прямо в ноль, израсходовав очки передвижения, разгоняемся на шахте. Утром проснемся с удовольствием. Слушай, ну что-то денег у нас как-то нет. Наверное, придется постройку-то и пропустить. А то нагов никак не выйдет. Джебус Ауткаст как шаблон, он сложен в первую очередь приоритетами. Потому что всего одним героем точно не успеть. И или вы получаете высокий темп, как вот в моем случае, да, ну 9 мастеров джинов. Или отстраиваете надежную экономику. Ну для этого нужны шахты, деньги и ресурсы. Которых у нас сейчас, конечно, острая нехватка. Особенно для бракады это прям тяжело. Ну там каждый норовит там драгоценного камня, то еще чего потребовать. Наша задача сейчас захватить несколько внешних жилищных акт и их построить. Вот такой вот наш план. К сожалению, из-за сундука на дороге мы теперь не добегаем до родного дома. И не сможем разогнаться. Да и бог с ним. Грифон, вот 50-99, кого они охраняют, а? Третий уровень. Если там 50, наверное, это големы, да? Если их побольше, там ближе к 90, ну может быть маги. Может быть и джины, кстати. В общем, я не помню. Не знаю, как там и чего. Вот, ну, скоро проверим. Префектура. Чем раньше ее построим, тем быстрее она окупится. Ну и без големов, конечно, никуда. Но если я сейчас распылюсь, боюсь, что на два замка, то я и в одном-то ничего не построю. Вестерина, если двинуть вот сейчас туда, на юга. Да. Фабрика големов, ну, конечно, нужна. Ребята эти чуть-чуть неоднозначные, мощные, но уж слишком медленные. Ну, если их там вдруг 30, 50 и больше штук, тогда, конечно, лучше с ними. А так пока, пока без них. Они все равно не поучаствуют там ни в какой битве, а замедлять будет главным героем как следует. У нас пятый день. Нам очень нужны кристаллы для того, чтобы построить джинов. А потом еще куча золота на наг. Ну, я думаю, попробую все успеть. Так, здесь раз, два. Джины сильны. Но, некоторый парадокс в том, что даже если их там, не знаю, 100 штук, они в главном сражении, да, в финале не то, чтобы могут сработать. Вы знаете, в английском выражении есть глаз кэнон. То есть, они вроде стреляют, но по ним динкнешь и погибают сходу. Джина я, честно говоря, хотел разделить, может быть, чтобы поколдовать, но потом подумал, что лучше будет после снятой отмашки врезаться как следует. Нагов тоже вот сходу, ну, никак не захватить. То есть, если у нас была бы начальная там армия, да, например, только гремленята до горгульи, ничего бы у нас не получилось. Увы. Может, отлететь пока. Все, не кидаться никуда. Давай вот сюда. И я надеюсь, что она не отползет так, что Джин все-таки... А она вообще вперед ползет. Почему? Откуда? Кто знает? Ну, вот так. Ничего. Мага мне не отошел. Это плохо. Но мне кажется, Джин сейчас просто должен покарать. Смотри. Бабах! Как-то караете вы без удовольствия. В полсилы. Ай-яй-яй, а кто первый ходит? У нас скорость одинаковая. Межи! Ах! Трех. Ну, просто трех, а? Нет, конечно, можно сказать, что там маги-то не будут главным нашим отрядом. Бу-бу-бу. Но это было не здорово. Надо было аккуратнее. Ладно уж. Не страшно. Так. Все. Облепливаем. Как мухи на варенье. И побеждаем. Брать, не брать, не знаю. Золота может категорически не хватить. Но вроде вверху я вижу. Нужные нам золотнички. Так. Давай вот сюда. Да, то есть мы на шестой ход обязаны схватить кристалл. Просто обязаны. При этом дерево тоже как бы очень надо. Эх. Постройка тут, конечно, прям трудная. Пока соперник ходил, я все считал. Все считал. Практически на калькуляторе. И придется совершить великий грех. Не захватить лесопилку. Ну, да. Но нам сейчас очень-очень нужны кристаллы. Потому что сейчас шестой день. Если мы не ставим джинов, то, угадайте что, мы на седьмой не поставим наг. А наги мы уже решили, будут нашим главным отрядом. Вот получается, за 3-9 земель бегу за кристаллами. Ну, что делать? Слушай, мне кажется, меньше должны быть потери. Сила заклинаний оставляет желать лучшего. Ну, что ж. Трех все равно потеряли. А как так-то? Получается, без магической стрелы было бы 3, и тут 3. Странно. Очень странно. Всех поздравляю. У нас есть кристаллы, чтобы построить джинов. Алтарь необузданных желаний. К сожалению, второго мы пока сделать не можем. Вот. Ну, нам бы один замок-то обиходить. Здесь что? Вот жалко ж. Жалко. Криллиона. Неинтересно смотреть. Там, как всегда, будет атака. Там, не знаю, под 30. Вот. И широко открытый от ярости рот. Интересная особенность бракодинских товарищей в том, что ящики пандоры не очень нужны. То есть там, ну, армию джинов почти не создать. Да. Это очень сложно. И даже если их там под сотню, сломать я меньше нужна. Ну, ничего это особо не даст. Да. В финальной схватке могут оказаться не у дела. Магов собирать. Но аналогично. До первой драконской утопии. Там придет конец. Про горгулий молчу. Гремлинов тоже. Нагов не дают в ящиках пандоры. Ну, а вот кто остается? Только големы. Ну, големы, опять же, ну, их надо значительное количество. Очень крепкие, но третий уровень. Понимаешь? Третий. Вот. Ну, посмотрим. Здесь у него гремлинов тоже было полезно и приятно. Мне кажется, у нас должно хватить на посещение. Ну, иначе как удачей. Прям с большой буквы «ух» я это назвать не могу. Ну, в какой-то просто придорожной практически могиле, да, мы обнаружили трезубец могущества. Вдовью скорбь возьмем во вторую руку и будем думать над таким же прекрасным названием для трезубца. Трезубец проникновения. Нет, давайте-ка это, да. Подумаем еще. Что, смотри, по левой части пройти на самом деле. Кажется, было бы интересно, нет? Подсобрать там. Неделя крысы. А меня манит этот северный закуток. В первую очередь охраняемым свитком. Ну, там, надеюсь увидеть городской портал. Ребят из Вайтмуна не возьму с собой. Который год у нас зимуют, а пара лыж одна на всех. Поэтому будут застревать в Насте и замедлять наш поход. Пираты, конечно, опасно, но тут нам дают телепорт. То есть, понимаете, как перед боссом. Вот тебе аптечки, патроны и оружие специально под него. Ну, давай, не побоимся. 13, да. Потрясающая же цена в мане. Будто кто-то ошибся. Зато Наги уже в стане врага. 40. Главное, не потерять наших шестируких красавиц. Это будет прям вообще не здорово. 15. Ну, куда не шло. Гремлины вывозят. Их задача, конечно, была прикрывать. Но, получается, ловят пули. Силой заклинаний нужно что-то делать. Ну, прям как-то совсем. Совсем мало. Можно было закрыть двоих. Даже было бы правильно. Но у нас же есть горгулия. Так, и получается по верхнему. Потому что он будет пытаться горгулью убить. Чтобы нижний стрелял. Не бывает этому. Врезаемся. Вонзаемся. Знаете, вот Нагов очень люблю. Даже пара... Ах ты какой. Даже пара штук. И то наводят шороху как следует. Получается почти без потерь. У горгулия я не особо считаю. Базовая логистика на второй неделе. Точно оно. Цыгная молния. Слушай, ну, не самая, наверное, плохая компенсация. Да, ну, повторюсь, ждали мы портала. Это было просто феерически великолепно. Ну, так тоже ничего. Так тоже ничего. Ай, совсем недавно рассуждал о том, что в бракоде в ящичках Пандоры редко встретишь что-то хорошее. Но тут, смотри, големы, да, одинокие. Охраняют. Охраняют эту коробку судьбы. Ну, там явно же что-то прекрасное. Явно что-то хорошее, да. Ну, я надеюсь, если, может быть, не на магов, то на големов. А големов армию собрать хорошо. Они наиболее восприимчивы к нашей мудрости рукопашного боя. Поэтому, да, должны взять. Ну, не всегда сладко брать ящик Пандоры, который охраняется только он. То есть, если там даже рядом лежит какая-то кучка, то ящик сразу становится стрёмным, да, не очень хорошим. И тут, я думаю, будет в самый раз, в самый раз. Так, так, так. Так, улучшать джинов хорошо, но строить их ещё, ещё пуще. Ну, у нас предполагается игра с городским порталом, поэтому двух, два замка надо отстроить, да. Два питомника Нак. 10, 19, 13 штук. Ну, там явно что-то прекрасное, да. Это прямо точно. Ох, бешеные гремленята. Смотрите, только у нас. Напомню, там защита, которая не очень большая, но тоже есть, она прибавляется к атаке, если становится 0, а так, соответственно, вот прям там в два раза почти. Два-три. Ну, как-то так себе, если честно. Как-то так себе. Ну, гремленята, умнички. Слушай, ну что, отмашку, что ли, снимать? Ну, что это за такое-то? Ну, нет, давай уж как-нибудь вот эдак, например. Отлетел. Въехать, не въехать? Да вот я даже боюсь, понимаешь? Ну, у джинов совсем мало жизни. Ну, прям вот совсем мало жизни. Угу. Ой, балах. Ну, 10. Тест на там трое могли бы джина своротить. Угу. Здесь... Да ладно? Ой, обидно. Слушай, ну, абсолютно горгульное сообщение о чем. Почему такая высокая ценность от этого ящика? Ничего не понимаю. Не понимаю, не знаю. Не, ну, от горгулий толку не дождешься вообще никогда никакого. Они абсолютно бесполезны. Там их хоть там тысячу собери. Они просто будут... Харкуши неправильные. Ну, ладно. 58. Здесь вот как бы очень-очень-очень хочется, конечно, жах на цепной молнии. Там она удвоена и будет урон. Но она отскочит сначала в нашу горгулюшку, а потом еще в джина, да? Надо было их ниже ставить. Не, ну, есть, конечно, варианты поймать. Может быть, не стоит. Мои ониксовые чудеса природы. Ну, летите, что получать, наверное. Вот так. Ну, да. Возможно, телепорт сработал бы лучше. Наверное, да. Но я нагов побоялся как-то как-то везти туда. Подняли настроение. А что, всегда хорошо? Ох! Хе-хе! Это, это даже, это даже было весело. Мудрость? А, нет, наверное. Нет, наверное. Мастера Гремлины. Угу. И еще один Нажник. Итого у нас нагов будет плодиться великое множество. Вот собрались. С деньгами что-то как-то, как-то грустно. Как в реальности практически. Денег жестко не хватает. Да я даже был готов бы отдать, но уж из вредности ладно. Ускорение. Хит! Думал, будет как в кулаке Огра, но нет. Так. Ааа, нет, 6 я не буду вонзаться. Мне боязно, опасно. Удар. Давай. Как следует сейчас. Видимо, отлетел. Еще разочек. Ну, не знаю. Давай еще. Вот, гремленята, наши судьбы. Так, ну и ты, отлетай так, чтобы она за тобой пыталась ехать. Вот почему не работает отманивание? Вот что я делаю не так? Не знаю. Не, есть, конечно, железное отманивание, когда ты их прям подставляешь под удар, но тоже совсем как-то неприятно. 1249. А на самом деле точно нам нужно. Мы сейчас любое количество побеждаем. Почти любое. С нашим-то, с нашей вилкой справедливости. Поэтому тоже как-то не очень, да? Какая-то ерунда. В общем, думаем мы пока над этим. Думаем. Денег кучу. Давай плюс 400. А это, да. Здесь я... И сердечко-то екнуло. А вдруг я бы там не проходил? Вот это был бы номер. Я бы тут просто два хода потратил в никуда. А так прохожу и сразу вылетаю на одних из сильнейших варварских птицев-рухов. Надо же как-то знакомиться с врагом. Считаю я. Нагу, говорят, заберем. Ну, попробуйте. У нас преимущество по скорости снимания отмашки. Да. Вот так вот под маме, смотри. Отдадим на заклане. Как-то клюсы обломало. Глупое животное. Благословения нет. Я, кстати, долгое время в детстве не замечал, что почему-то у бракодинцев все заклинания они гораздо более дешевыми. Крупанул, понимали? Гораздо более дешевые, не знал почему. Ну, как же, они маги, типа, знают, что делают. на самом деле это в принципе да. В принципе да. Дюсуша големных каменных выявляем открытым. На самом деле снижается стоимость заклинаний у башни за счет магов. Когда у вас есть хотя бы один маг, то прям ману не знаю. Берет на себя, делает дешевле, проще. Да, алтарь необузданных желаний совершенно точно нужен. В лесопилку забежать все-таки бы очень хотел. Хотя по дороге там тоже будет еще одна. Без лесопилки сложно. Прямо очень сложно. Лесопилка очень нужна. Ну и колизей магов, которые я оставил позади, тоже посещу. На фабрике големов буду собственно истуканов и покупать. Ну раз так карта легла, 35 каменных у нас уже в армии. Здесь дюжина. В вольтаре еще десяток. Ну вот как раз там 60-70 металлистов и будет. А чего? С ними и в утопию можно пойти. И берсерк на них студемовски не действует. Думаю это неплохое решение. Вот наги и големы. И еще посмотрим, кто полезнее окажется. да, помню хамона големы прям особенно сверкали. Слушай, я вот по-моему могу себе позволить цитадель и она будет очень даже в тему. фабрика големов. Пожалуй единственное место на земле где золото и драгоценности бриллианты охраняют сами себя. Все очень даже удобно. На самом деле конечно защита крепкая. Даже джины боятся. Только наги под огненным щитом могут что-то сделать. На самом деле утюжки гремлинские тоже должны работать как следует. То о чем я говорю. Стрелы понятно отскакивают от металла а гремлинские утюжки несут мощный дробящий урод. Хочу каменных по 150 рублей за штучку как кружка пива в базарный день. Дешевый бодрит это мне прям нравится. 339 успеваю ли я нагобанк там не банк а внешнее жилище там 458 остается и грифонов взять. Смотри 458 здесь шаг 2 и до туда я не доскакиваю. А разогнаться в замке очень нужно. Ману тоже восстановить хорошо но разогнаться в первую очередь. Потому что разница между каменными големами и мастерами джинов в скорости огромна. Соответственно Риса следующий ход очень хочет начать не знаю там 200 единиц хода то и больше. Так что пропускаем нажник и можем еще к нему вернуться. Каменная кожа кстати хорошее заклинание но нам-то щит здесь гораздо больше подходил. Вот хитрый грифон посмотри спрятался за врагом да снежным при этом он достает до любого моего существа а у гремлина ну скорее всего было бы непрямая стрелка хитер хитер чуть-чуть разочарованно терпим покусы но это голем их в принципе не особо жалко машины должны подвергаться битве ну кстати держат прекрасный удар экспертная логистика да и а если я беру за 141 ящик пандоры то я не успеваю додумать не могу себе это позволить никак пошли магов говорю бери а я хочу конечно магов то ну не магов я люблю но не знаю они хороши на самом деле тем что они снижают стоимость заклинаний это прям вот супер круто но кроме этого я не знаю зачем они нужны кроме этого наверное не зачем скорость вот это 2 2 1 скорости 2000 золота копейки у нас все равно нет у нас все равно нет улучшаем ну и надо мне кажется все таки про экономику свою так вот немножко немножко подумать приходится возвращаться я думаю все равно это более выгодно потому что да вскоренные да удар 2 опасно а големом самый раз если я сейчас покупаю то у меня не остается ничего с другой стороны я после миксов наверняка еще денег возьму нет пока наверное отложим мастера джины не нормально нормально хорошо ну я гольмом был бы конечно несоразмерно рад больше ну как есть зачем мы на этих ледяных ящерах накинулись тут дело ясно ну даже замечательно ускорение тут ускорение там хотим добраться до их золота ну и за ними я углядел мастер джин лампу если бы я нагов сейчас купил то их уже нанять не смог довольно довольно глупо так отскочим побормочим 4 самое оно и вот это мораль не выпадает все прекрасно големы наносят сокрушительный удар один за другим и вообще большие молодцы все джинов уже кончилась магия кстати да качали мы волемов а закончили дело джина продвинуть мастертизм да очень очень люблю прям вообще замечательно здесь видишь и золото и дерево еще и мастеров джинов может быть сейчас купим может нет как раз нам нужен золотой павильон можем и следующим ходом его взять да джинов уже сейчас что думаешь или построить все равно никуда убегать не собираюсь здесь замок просится но он нам даст только плюс одну нагу хотя мы уже на големов делаем ставку тут ничего не понятно и древняя лампа там их может быть штук семь давай берем и 600 осталось удовья скорбь отягощает не только нашу совесть но и карман шестой день здесь мне кажется может что-то хорошее мандов строить не строить да жалко мы потом ничего не насоберем этих ресурсов хотя как раз два выйти сразу в сокровищницу через ангелов наверное не вариант не вариант ну магов понимаете я еще немножко как турист я никогда их не строил на уткасте ну почти никогда и ну как-то приятно мне эта мысль разнообразие ну это грустно же когда в армии там только не знаю какие-то три там четыре отряда да виверны ангелы зертогиганты а тут будет будет интересно смотри получается я должен сейчас найти две единички драгоценных камней я как раз смогу взять слушай чародеев вот не хотят с тобой дружить никогда не заставляй вот такое правило честное слово ааа иду ли я я сюда точно захожу обхожу аккуратно лампу может там золото потребует так давай как-то вот так вот мне кажется джины с первого удара должны о чем я говорил не покупаем золото здесь драгоценные камни так ну видимо смотри если эти я беру то я не иду к вампирам а так иду шахт по-моему я не успеваю добежать ходов не хватит вампиры кого храняют не знаю может еще джинов все-таки все-таки лорды да противные такие давай наверное не будем оставлять их посмотрим золотой павильон да тут как бы кого можно 7 в неделю а вместе с цитаделем это вам не просто так неделя крысы второй раз подряд игра хочет сказать нам что-то ну что не знаю не знаю драгоценности не то чтобы от жадности собрал но если игра сильно затянется с порталами то нужно быть гигант как-то пытаться взять сюда небольшие потери на самом деле но какие потери когда 27 джинов у которых скорость немного выше я не понимаю да это странно ух залетный так белый РС белый 2 белый 3 отлично джин жаждой крови конечно ух в под меня бы бросило уж не зря сходил джин если честно но 35 големов а еще лучше а еще лучше сказал бы я так и давай вот первый день вот как-то так ну за нагами надо заскочить как без них-то да или потом совсем на потом оставлять видишь уже часики немножко тикают денег у нас вообще нету да то есть то что нагов ты там выкупишь ну и чего да ничего утопию надо где-то присмотреть присмотреть утопию и вырываться уже вырываться налево там главная охрана и сокровищница но неудобно давай возьмем 4 наг или потом потом или сейчас на золота не хватает на выкуп всяких радостей быстро они там будут томиться ну и пусть наверное томятся вообще мы скоро найдем себе городской портал и даже вере измерений и будем наг собирать вокруг замка прям в лучшем виде я обещаю 79 големов и кстати вот на юге то как раз у нас утопия драконов да может туда сбегать там даже не возвращаться выйти через альтернативное ход сокровищницу интересная мысль мысль интересная так у нас не останется красничего подождем и выкупим там инак у нас будет их 8 штук нормально нормально конечно странно нагов в штуках считать все таки это леди пусть и шестирукие ну вот я так посчитал видимо да смотри у нас будет 4500 они каждые по 1100 за хвост так сказать это ж тебе не омуль как за хвост считать так осмотрелись ага вот еще одна утопия так еще одна и здесь плюс два кажутся характеристики слушай прошли на юга а что нам возвращаться просто третий день мы протормозили но это специфика бракады прикидывать внимательно оклинательницы ни о чем смотри вот он выход наш основной да здесь через юг там вот два хода мы пройдем и в принципе в конце этой недели может быть и выскочим рядом замок сразу остановим и прям в подбрюшину даже по дороге меньше получается да и враг нас не оттуда не ожидает не ожидает это важно это правда важно если у него нет конечно мастерской магии воздуха но я уверен этот варвар он даже читает с трудом а когда считает обязательно шевелит губами а я не купил нагов зато всю стратегию я прям прям всю стратегию я прочитал на ура цепалитет тоже не построили да здесь понимаешь проблема у тебя когда золота нет да нет денег и чтобы построить это золото отвратительно так ну вот собственно нас зовут уже нас уже зовут драконы я там вообще никого не боюсь я в крайнем случае скормлю петрушек мне будет прям по кайфу да куда вам гномы с нами тягаться отдавайте золото и мы оставим вас вам жизнь хоть она у вас и коротка слушай у нас будут плодиться по 8 наг ты видел когда-нибудь приплод 8 наг на 2 замка я не видел если у нас получится раздобыть золото если мы получим городской портал если у нас будет шанс вернуться сюда то нагов у нас будет прям много прямо много между прочим риса пусть она и не варвар но у нее хорошенько выросла атака в 10 5 это солидно учитывая что у нас а ну да у нас все артефакты дает ладно забудьте я так просто набежали сюда здесь храм хочешь храм то мы вообще про науку так то здесь точно надо улучшать иначе мы никого не поймаем будем каменюк с собой таскать конечно то конечно прям глупость полная а вот забегать не забегать в замок то есть в принципе если я в замок забегу то я смогу победить любых драконов хоть там пятерка будет я думаю и без этого справлюсь смотри джины сейчас разорвут чародеев это прям противочародейные товарищи очень даже с вами господи сейчас архимагия ребят вот не вовремя вы присоединились вот на обратном пути вам бы цены не было может это как-то подождете там но нет архимаги не ждут ну а чего сейчас их очень-очень сильно закусают в утопии ну прям прям очень сейчас поберушек наших петрушек а потом скорее всего магов зато джинов не труд ага такой вот выбор да потому что ну воздух я люблю чего будут две измерения прыгать туда-сюда топия не огромная ну ладно какая есть все равно там значительный куш смотри гремлинах вот сюда да ой а давайте потеряем всех почему я просто ну как ой сейчас зеленый дракон в меня влетит ой влетит в меня сейчас зеленый дракон что делать что делать что делать что делать что-то вот моя дурацкая совершенно черта тоже в нагов ай я я я уже хотел кандидатскую диссертацию защищать по драконоведению ну правда потому что ну я так круто в утопии начал понимать куда они летят кого они бьют в итоге почти все драконы влетели в нагов почему ничего не понимаю вот не понимаю вот вот хоть убей петрушки стоят невредимые вот как так а вот сейчас а давайте сейчас объявлена неделя петрушек давайте их всех бить почему ладно да не жалею я их абсолютно потому что да потому что думал они тоже по нагам будут ахимаги стоят стреляют да ну все равно ладно наверное какие-то неправильные пчелы несут какой-то неправильный мед ба-бах по черным драконам кстати кулаки-то пудовые как-то да слабенько если честно прям откровенно смею заметить ладно взяли утопию и ладно но 5 наг остались здесь мои воспитанницы меч правосудия знаешь в принципе он один уже очень хорошо остался артефакт и это тоже приятное угу шапка вон скогтистая ты что наш крыльон увидит нас в когтистой шапке может и драться не захочет пойдет к нашим ногам будет просить о женитьбе а чего варокских народов все просто дева я сильная еще и в шапке так если че к теще я к сикрою я не поеду в аул к за лариса но это значит что в целом идея женитьбы ее не отталкивает конечно диковинка будет но нагов надо улучшать хотя нас тоже сейчас решительно много их потеряли я не знаю зачем они нам нужны но я думаю что даже дюжина королев наг это уже круто это уже хорошо 40 тысяч золота пограбленное драконами надо не надо мне на два замка то по хорошему очень бы хотелось шестой день ну если мы идем условно в такую как бы долгое развитие да то есть там куча нагов мне нужно много золота почему вы по замку не поставите я считаю надо чемпионы кавалеристы интересно как ведут себя металлические доспехи на морозе надо историку спросить ну да на чудском озере можно было бы шведов спросить но тяжело это технически вот двоих смотри сезганя вроде вроде даже выросло ну смечу правосудие конечно конечно ну вонзайся блестяще здесь у нас еще каменюк так у нас будет за сотню големов да даже больше там 120 еще же прикупим это мне прям нравится это прям хорошо джинов берем ну скорее из хулиганства просто жалко отступать от них хотя может быть это было не до конца оправдано петрушки хорошо вы послужили знаю джинов значит денег в принципе много денег куры не клюют так и давай меняем ртуть да монгольмов уже улучшили можно джинов хотим ли мы взять джинов еще 3 штуки или лучше гремленят 1050 еще там золото не знаю что-то не знаю что денежно на самом деле можно было бы тут еще провалыбиться денек взять двойную популяцию надо бежать вперед шанс получить городской портал сокровищницы он очень высок вот я прям уверен войдут нам войдут нам сразу дадут с порога вот так что где магов требуется ну что тут уж совсем какая-то постройка там невероятная даже не знаю желаний необузданных да я не устану это говорить дюжина здорово а это прям хорошо ну и армия стуканов это вам урфин рузбы позавидовал да улучшать ли гремленов не знаю что-то надо же делать что-то что-то же надо байтмунд давай наверное все-таки вот так сделаем хоть и дорого я понимаю ну а чего ну и горгулей тоже превратим ну если может быть не в ударный отряд то ну хотя бы его какое-то подобие кладовые медуз зачистим я успеваю еще взять джинов я не знаю зачем приплод чтобы был хороший чего бы нет так три за четыре там еще здесь сотня наверное не буду я рисковать опасно это опасно это дело экспертный воздух сможем смотреть где вообще все находится ну и для измерений пользовать когда таковая будет давай налетай не бойся ой наги хороши ой наги красавицы прям молодец тысяч вот пятьдесят давай возьмем что прокорм драконов сейчас как-то будет сейчас седьмой цельный первый день мы как-то вот просто големы с нами ходили вот мы медленно и выходим но это ничего не значит выходим достаточно уверен у нас классная экономика ну и выйдем мы из-под тишка да и артефакты хорошие да все нормально сейчас вот только магию может быть книгу земли найти и воздуха и все будет несчастье как раз ели мангуст ну хорошо вроде тоже крыса но чуть более благородным пиаром мангусты же тоже грызунный нет ой ой а если так шо бы не сильно наших этих-то покорежин а то чего это в принципе нага наверное может подставиться 10 а ничего не должны сделать оп 45 ну вот даже не близко расчет в деле а здесь пятерка то что нужно сил у нас достаточно характеристики кстати 10-1 всего 7 мало характеристики хорошие сейчас будем рвать и метать если конечно опять они все вот в нагов не залетят почему это так почему так тогда все смотри нападаем снова на красных драконов я знаю это против логики помните я рассказывал что если ты налетаешь на красных драконов то красные бьют тебя и зеленые после отмашки тоже бьют и я специально жертвовал джинов ради того чтобы магов спасти что тут происходит ладно видимо эти ящерицы крылатые теряют просто разум когда видят наших королевишин но мне очень обидно у меня они главным отрядом стоят ну что такое давай утоляй нашу печаль 627 то есть 130 големов бьют слабее нанов ну ладно ну ладно ну хорошо ой сердечко то ёкнуло дурной ты черный дракон хоть и мудрый а дурной некоторые люди и в старости то у мишка не набрались нет слов просто шальной дракон надо назвать будет ауткаст шальных драконов потому что глупость несусветная так врезайся вонзайся глубже слабенько слабенько телепортировать больно что у меня остается ну а они отлетели я не знаю а или нет или не хорошо а у нас мистицизм причем высокая его сволочи высокая его уровень поэтому вот да не боимся использовать заклинание сволочь потому что один архимаг снижал бы нам силу заклинания тактику предлагают в десятый раз придется согласиться очень хороший доспех люблю его и у нас 19 19 18 ты моя умничка ну и крылья архангела тоже знаешь ли ими не наказывают с помощью них может быть 130 130 так а чего а мы не добегаем да ну окей джины бабах горгульи вперед наги тоже типа не боимся удар будет у нас да погаргулится хорошо режет а на мелкие кусочки шинкует шинкует да так 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 большим удовольствием как сегодня игра идет 21 21 у меня понимаешь число счастливое в каждом месте крылья воятеля ну что-то уж совсем какой-то дурной тон а вот торговцы артефактами забывать не надо все хорошо торговцы артефактами нам пригодятся когда мы вернемся с помощью портала сюда у нас будет большой излишек ненужных артефактов и тут-то мы их и продадим за полезные ресурсы и золото ледяные тролли решили поживиться да ладно не убьешь 92 да ну хоть не джин ну хоть не джин так так аккуратно щит давать на всякий случай бамс здесь я думаю будут еще големов архимаги ну в принципе тоже вернулись к нам наша лона обычные лечи я думаю там джины там думаю джины где разбегайтесь да и инину чего ну ладно наверное такова наша судьба но гремлины тоже нужны конечно да но джины были бы лучше в принципе да выбрались мы в сокровищницу золочный хран не хочу я строить ну вот как-то корежит меня не знаю ну как-то не сделали ставку на гигантов что сейчас ее делать мне кажется так пожалел я там гильдюмагов не построил что нам будет сейчас нужно ее ставить ага вроде все есть вроде все хорошо черные рыцари давайте сурово сурово но да мы конечно не похожи на наших оппонентов варваров но кровавая жертва гремлинов наверное наверное придется наверное такова судьба может молнии шандарах тут 40 смотри 7 бабумс ой там немножко в горгулю прилетел бывает бывает сами понимаете неуправляемые у нас сквная молния по криллиону не помню сколько будет убить потому что у него есть помехи этим он крайне силен именно против мангов процентов 30 нам боюсь что срежет только так только так слушай еще может бахнуть смотри вот так вот раз еще и в голем вообще кайф зачем ну конечно можно было бы сделать щит но я бы защищал бы только петрушек их я не слишком хочу защищать а здесь уже получается и половину отрядов товарожеских победили так 7 можно кремлены давайте как-то вот аккуратненько доставай доставай очень нужно 6-7 считаю что 6-7 это в принципе 7 этого завалим стрелкой на туре ничего ты сделать толком не можешь дурачок ладно нормально все не ругайте джинов у них очень тонкая душная организация 7000 опыта доставай тактика тоже будет не лишняя варваров ее дают просто на каждом углу кто угодно учит тактики и мы вырываемся сокровищницу сокровищница что ж там дают пангармы смешные даже когда их 130 штук я как-то не воспринимаю как что-то серьезное хотя возможно стоило они колдуют гипноз который не действует у наших големов вот ну а петрушки что перед смертью будут обращены во имя ктулху окей ангармы это там а не ктулху но выглядят они именно так как микс из морепродуктов с 90-х ладно волю набежали мы этих милых и добрых существ я сейчас буду устанавливать ману поэтому мне не нужна пускаем молнию именно снизу чтобы ну больший отряд отманить а меньше отряды к нам летели вперед ой 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 порядки так у нас скорость выше да на единицу то есть можем смело в принципе вонзаться вгрузаться вгрызаться это хорошо это сладенько так 4 5 2 5 завалим 14 бабух много щит ну смотри если джин меня подставлю то я боюсь что можно там плюшку то и словить как следует поэтому вот давай аккуратно деликатно она я думаю не бояться думаю не страшны никакие лишения так вот еще сделаем 3 ото то 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 ох тыж были же варианты у него до единиц да как ладно ладно и прикольно гипноз наложили да погляди ка но 22 точно могли по единицу дать но вот точно могли и здесь гипноз что не ход то гипноз забавненько конечно потеряли никому об этом не скажем нам хватает совершенно точно взять ржавый дракон слушай ну как статусный элемент это прям здорово это как не знаю пурш каен трудно за ним следить и по городу нашему не везде поездишь но пацанам и девчонкам нравится в общем ржавый красивый дорогой ну там в чем проблема у него у него дело в том что он не сильно атакует а удар держит потрясающе просто потрясающе да не знаю я ну нагов надо улучшать боятеля крылья поставить скорее так с хулиганских соображений вряд ли там так выходить я не хочу вряд ли там 200 горгули что-то сделают не чувствую я приход не чувствую я то что рядом криллион потом буду разгоняться буду восстанавливать ману как следует и потом нас будет не остановить кстати да можно поменять и попробовать выбить просмотр воздуха и теперь смотри вуаля криллион почти у центра но до него ходов раз два на самом деле ага 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 до нас не шагает вообще ни в каком случае ни в каком потом скорее всего пойдет либо вокруг либо на север тут то мы его прихватим за зеленый филей да вот она смотри тыг-тыг-тыг-тыг у нас ускорение у нас экспертное угу угу за два хода мы добежим до один не получится только с дверями измерения было бы весело а так так не выйдет до центра добежали и его приняли я думаю думаю хорошо приняли это здорово но у нас этого нету портала нету а без портала вот не знаю стоит ли и стоит ли жить вообще врагатые быки не дадут нам никаких знаний что делать что делать 130 големов да я знаю эти ваши шашки наголо ага триллинг не отстает у него такие же характеристики атака как у меня все взглянания порежется ночь прошла спокойно в зубчатом вале а че ну зажать и вообще хорошо крелия мощь армии кролевства у меня больше с одним то драконом ну значит просто разгоняется до центра добежал ну да у него кстати белых белых еще нет но если доскрыл до центра он может вернуться ничего ничего с кем сделать не можем пошли воевать с демонами не боится ли ржавый дракон получить удар от сотни демонов интересный вопрос там очень сложно считается потому что урон будет гаситься в 2-3 раза за счет его могучей защиты давай да контур дан архимагов молодец я сделил самое оно так 2-3 ну так себе удачливый дракон да попробуй да че ты только со щитом смотри еще есть удача которую мы наложили между прочим ну что нормально вообще даже не больно ну как туда забываешься за контрударим их всех еще и благословим что за контрудар что за что за пик сезона песк моды в смысле 86 ну да про то что я говорил что наш Porsche Cayenne он хорошо держит удар вот ну а так он особо не нужен благословение на на еще более глупая чем контрудар на архимагов может у них урон без разброса ну что 21 ну вот смотри да 9 наг сейчас 6 уровня в 2 раза больше лупят чем этот нам дать им какое-нибудь красивое название ржавый такой бурый мухоморка не знаю коровник маховик да что-то такое грибное какое-то он дает мне да я не знаю можно конечно чтобы нет видите что по джинам да сразу 21 и джин добил я думаю должно быть окей так не тупим и побежим 4500 опыта вода люблю конечно воду там и это мне кажется уже многовато стихий у меня 25 а знаешь прекрасные ребята очень даже ничего еще големов нанять золотых здесь между прочим золотых големов то тоже можно там в 50 превратить что думаешь и мы кстати да прочитали об этом я как-то не упомянул что центр он выпадает такой только 1 на 10 партий пополнили центр у нас типа нейтральный то есть это големы ржавые драконы волшебные можно даже лазурного встретить посмотрим это мне конечно приятно где мой свиток городского портала я не брал так еще один кстати компонент кулака огра у нас уже их наверное целых два ну и утопия то тоже не лишняя будет машина магов построить я чуть не знаю как-то видишь они у нас рассосались да и все кузнеца муниципалитет лучше поздно чем никогда так получать будем в другом замке ну и я видели да какое-то движение какое-то движение видели ага и враг у нас не вижу видимо в центре скрятался замок и сидит дрожит собака зеленая не показывает нам мощь кармии королевства ну и ладно не наверное ногр тогда не успеваю собрать раз уже ну совсем близко да вот знаешь драконскую утопию то вот я не знаю что брать на самом деле мне кажется щит еще лучше потому что мы там в основном терпим удары чем их наносим айджины бы я отдал но нет не хочу так 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 минотошки кстати минотавры короли должны были быть еще более довольны чем обычные минотавры я бы там базовую мораль установил бы на двоечку ну а чего красавцы красавцы так три и джинс он должен ходить да не ты дурачок вот ага 1300 ну какая есть утопия мы там ну надеемся могу земли найти потому что ну три утопии уже взяли а вот кстати хорошие потери хорошие потери да у нас первый ход в утопии в кое-то веке и смотри-ка чего мы наложили блин красный дракон по идее сейчас должны другие защищать его кидаться вот так вот ну почти получилось потому что зеленый правильно сделал зеленый я боюсь зеленого хо-хо-хо эх ну ладно там снята отмашка поэтому в лес големы сейчас принесут просто потрясающий урон 5-7 никто тоже ничего бум ища остальные заполировали так архимагии а че это вы остались плохо плохо встал сейчас будут продышивать нас да тикс оба и давай черных нарежем 4000 опыта ай я видел лилияной храбрости принялся вздыхать посмотрю магия земли думаю хорошо хорошо что я и хотел в итоге девочка моя тебе уже 18 18 уровень у тебя очень очень много денег и все наги в королевстве хотят быть с тобой или тобой ты прям на вершине мира кто сейчас там не знаю Селена Гомес 100 лет назад была ну в общем какая-то вот интернетная дива потом вставлю какой-нибудь референс возвращаемся домой что делать все просто сначала в альтару здесь просто гуляй мужик на все ну в смысле риса гуляй слушай ну бракода меня конечно поражает готовы что ли все золото освоить сколько бы его ни было ну ладно давай тоже этих возьмем что уж сильвер вин а это не ринг это вин обязательно несомненно вот это я понимаю 38 38 наг золота не осталось вообще нифига да и бог с ним а я с джинами что-то затупил я думал тут уже улучшено возвращаться что-то как дураку похоже на то похоже на то магов магов уже некуда что прикупить бы такого блатнявого продать надо продать продать дима за золото да прыгнуть туда и все ничего нужно больше не нужно так так здесь да ну улучшение собираю чего чего бы не подсобрать тоже наверное использовать не буду щит больно хороший но наверное нет что придержать эти как ты думаешь эти факты или они все-таки не нужны нам я боюсь что у криллиона может атака очень сильно скакнуть и тогда наш щит всемогучества будет лучше не знаю наверное вот так браво ну и собственно все давай зубчатый вал будем разгоняться нет я думаю что стоит выгонять надевать правильный шлем чтобы было знание h29 ну и сейчас подогодыкаем подогодыкаем как следует все префектура не понадобится это нам уже совсем не понадобится какой интересный ход как ты думаешь взять боеприпасов ну понятно что нам стрелять никто не будет дело ясное но от конь цепной молнии берсерка защитит но это не дурная мысль совершенно поэтому давай берем так все сменили не забыли а то просто раз а что то это здесь да силы заклинаний хорошо но атака защита лучше потому что силы заклинаний нам сильно сильно порежет там эффективность 30% будет ниже ну помните помехи ну все джинны наши 50 штук расцеловали джиниху и поехали вперед армия большая армия прям красивая все подсобрали денег много защит артефакты утопия без охраны думаю вы знаете что это значит фиников не пойду на дороге прям артефакты оставляют может это дары мне какие то я не продаюсь не за что ну че это похоже осада будет похоже будет осада ну или под датрус сбежит но у варвара с этим все таки посложней крилен мудр мудр и силен белые медведи появились у него атака защиты все таки повыше ну это это варвары сами понимаете но у нас вроде больше армия непонятно на одного гремлененка или на на тысячу тут не ясно тем более что гремленов у нас нет фарма так усиляем ждем давай подходи и подходят а ну и джины вроде расправляются с ними просто так 2900 урона сервер носят урон 60 бедные собаки сейчас будет 5000 бабах ну почти разведка немножко бессмысленно но чего уж тоже халье зубов дракона 26 силы заклинаний я думаю молнию я все таки метну как бы по маю то все равно будет меньше но ремнию чудище напуганные размером армии ты знаешь надо размяться надо размяться я считаю 9 скорость сколько что мерзкая смотри мы сейчас ускорим нагов наги будут как всех побеждать ну или не будет я не знаю так бабух сюда так 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 одного задышали и победа книга магии воды ну так на самом деле black quarter в черном квартале поселился братиш вам нельзя шутить уже в эту сторону поэтому вы знаете о чем я магию воды все равно возьму там какой-нибудь шальной молитва телепорт за стены замки не получится но клоны опять же что-нибудь сделаем 1380 это прям сильно но тут атака защиты но совсем она будет провисать прям категорически 25-23 каждый наш товарищ нет я думаю так надо ски делать ну и арифметика тоже там плюс 7 а тут плюс а плюс 7 минус этот помехи да минус 2 тут плюс 8 поэтому да что ты там что ты там скобочки пишешь давай выходи на бой ворож не умеет защищаться но армия в принципе внушительная 9 9 почему бы не открыть собственно цепной молнией взять так и открыть бабах ну слабо но что делать в принципе 2,5 мишку он победил я победил за криллиона за криллиона идет берсер берсер это это настолько нужно быть фанатично преданным этому заклинанию чтобы вот такой вот бич творить ой да естественно я ожидал что все-таки джинны лупанут тоже по баллисте они выбрали целью големов ну и получили половину вот просто вот мы потеряли было бы еще сложнее вот именно сейчас если бы наги ходили да они бы тоже джинном просто изполосовали изрезали ну а так будет тележка к сожалению у нагов сегодня какие-то настроения не то поэтому они вот ну решили ну не бить это плохо потому что берсерк на них лежит он продолжает на них действовать если мы его сейчас не снимем чем-то полезным золотые ну давайте 22 урона баллиста ну да немного немного что будет делать криллион криллион будет кидать берсерков убегать медведей ему на самом деле надо очень крепко подумать что он будет с нагами моими делать остальных я думаю он не рассматривает качестве противников ну джинов половину просто сходу да малетчики малетчики да трудны ага а чего это он подходит а куда зачем студен товарищ крайне загадочный и когда он что-то делает я сразу начинаю волноваться а вдруг чего не заметил забыл дайной берсерк прилетит вот что это такое почему куда закрывать архмагов нападать на джинов что не понимаю вот ничего не понимаю давай золотые птицы золотых големов можно нельзя ну ладно побаловаться да можно наверное мне кажется единичку всегда стоит победить берсерк ну в принципе можно ответить антимагией да и что они нам сделают да ничего они нам не сделают сняли пагубное заклинание и все наших королевишен теперь только остается клювами долбасить а это ой как непросто это ой как непросто ну вот видишь может быть там был план что единица золотых птиц да птиц грома снимает отмашку и 47 вылетают там на всем летном скаку ну получается что нет уже из этого не выйдет опять да сколько ж можно то ну ну честное слово берсерк зачем он это сделал ну не чтоб баллисту же разрушить правильно не чтоб не и значит он в следующий раз хочет первым ходить и заклинание накладывать зачем непонятно вот нет наверное ну и смотри просто если я сейчас побеждаю вот этих жалких мужичков с арматурами то я попадаю под прямой обстрел просто всех у меня накидываются абсолютно вся крыльянская армия ну я не могу сейчас прогнозировать у него явно там есть нападение у нас не знаю медведи которые тоже жрут как следует короче опасно это очень опасно подойти может наоборот сюда а эти типа не пришибают ага пусть стоят зачем-то они там наверняка нужны так вроде ничего не происходит вроде не страшно сейчас и что он будет разрушать катапульт что ли не знаю сомнительно антимагия ну да да это глухая оборона слушай а вот всегда надо проверить этот товарищ штудем сами понимаете вдруг у него не прокачана магия земли то есть он за крылья оона за товарища достаточно немагического он прокачал как магию огня на максимуме так и магию земли может залететь прям с разбегу яростно отколдовать древнему чудищу голову показать кровожадность мастеров джинов и всей бракады что-то нет мне кажется плохая мысль потому что у меня еще их 13 отмашку снимать для кого магии туда не залезут а вот цепной молнией жахнуть по птицам может быть и не дурная идея меня смущает что второй скачок придется на бриллиантовых големов которые только сохотнут от этого как от щекотки но может и ладно просто пока антимагии нет и на птицах тоже а я их боюсь думаю стоит это сделать я не уверен что мы в честном рукопашном бою сойдя с ними выиграем поэтому давайте использовать преимущество цепной молнии ну пока она у нас есть ремень чудищи ждут смелые гоблины меня конечно манят но видимо я должен был на них напасть и подставиться под всю вражью орду что големами что нагами я бы не хотел это делать ага снимают отмашку для кого интересно они стараются ну к сожалению это сейчас будет удар птиц и удар медведей может быть тогда стоило их победить чуть пораньше все таки этих гоблинят но я тогда бы стянулся ничего не понимаю спокойно с другой стороны много ли смогут они урона нанести тем более у меня плюс 7 защиты встаем в стоечку и ждем нападения риса рядом риса подскажет как знаете тренер на ринге не думаю что там будет какой-то ужасающий урон но вообще не зарекаться да повыше и вот он и сейчас идет на них кто посмотреть сколько наград ага 8 8 8 7 то есть каждый по 1 да 8 правильно ну ладно наверное не страшно наверное ок птицы видимо если они сейчас стыкаются в наг получают ответный удар и пожалуй сдуваются я понимаю что птицы прекрасны это 5 уровень хороший крепкий быстрый но это наги это один из самых сильных 6 уровней единственный кто может наверное выйти в честно в чистовополе с ними ну это рыцарь ужаса я бы еще никсов не знаю записал на всякий случай ну а остальные прям как бы да будут только разбегаться у нас еще у всех мораль очень низкая да боимся мы с варами воевать ну что делать вот я вот как знал какое-то коварство какое-то коварство вот нас лишают джинов и идет снятие отмашки ну на самом деле 4 да слушай-ка ну то есть получается медведь дважды ударил по нашим нагом 16 еще птицы то есть 20 наг вот просто так но у нас их все-таки было 38 это хорошо ну и он открылся то есть я сейчас прям мурашки по телу ну с удачей это это здорово это здорово он открылся своими главными отрядами то есть я сейчас спокойно смогу их побеждать а мне есть кем а мне есть кем во-первых наги уже вон трех медведей да расшинковали на строганинку ух браконинская строганина хороша слушай а не щит можно сделать но в принципе на кого антимаги на нагах уже как бы смысла-то нет или знаете а вот взять смотри ударить ударить да и клон а чего бы нет а почему бы и не клон птицы заведем наклону придется отвлекаться мне кажется это очень неплохая затея я хотел птиц прям совсем извести чтобы а мы и так первые входим все нормально да вот думаю может цепной молнией по тылам пройтись ну орки налетчики может быть это не цель номер один но учитывая что медведем то не поколдуешь может быть и неплохая эта мысль все еще есть ну там щит да печаль давай попробуем смотри бабах ну и считай орков уже нет кстати птиц тоже надо было побеждать но не вышло бывает птицы сейчас снимают отмашку скорее всего что судем доизведет наших нагов но такова судьба ну наши воспитанники металлисты должны затащить это сражение если честно заставил меня судем конечно понервничать потому что ну я предполагал что мои силы прям существенны он оп раз два и как то да было больно ну была ползительная антимагия и это нас наверное спасет потому что сила заклинания у варвара как бы не будь дураком тоже 17 как у нас обрезанная да на гербе а вот прям как чувствую чтоб мне прям ножом по сердцу своим или что там у него мачете мачете ну а что ты тут будешь бить ну только големов да наверное драконы решил ты знаешь я тоже думал об этом что если уж помирать то в бою с драконом а не с каким-то налетчиком так отлично ну пора тискать медведей наверное конечно больно будет но что ждет двух трех ага тык объем чушь замечательно осталось 16 бриллиантовых големов ну и в принципе они могли бы заседать достаточно долго в замке ну учитывая что да замок мы уже практически разрушили думаю смысла в этом особо нет усмирить да смотри аккуратно так вот встать и все равно он ходит поглядите ка на него намоленные давай мне кажется эти бриллианты криллион собирал себе на старость не добежал видать не добежал бабах и давай развалили вот крепкие да крепкие заслуженная победа вот 10 тысяч опыта книга магии земли меч правосудия в общем все что все что хотел криллион собрал ура у варваров в тот день надолго охоту отбили озаровать на границах бракады да и поредели их орды значительно одному только вождю криллиону свирепому но мудрому удалось сбежать через черный ход риса же вернулась к своим победоносно выдали ей медаль подняли жалование а на кружок кровмага очередь выстрелась до горизонта чего бы не научиться раз работает вот такая вот вышла история большое спасибо что посмотрели огромная благодарность тем кто поддерживает канал до встречи герои навсегда